Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим одну из самых интересных партий выдающегося венгерского гроссмейстера Лаяша Портиша. Этот шахматист был одним из сильнейших гроссмейстеров второй половины 20-го столетия и входил в узкий круг игроков, реально претендовавших на титул чемпиона мира. И хотя свой матч за звание сильнейшего шахматиста на планете Портиш так и не сыграл, он является рекордсменом по ряду показателей в командных соревнованиях. Лаяш Портиш целых 20 раз представлял свою страну на всемирных шахматных олимпиадах, причем большинство олимпиад провел на первой доске, встречаясь с сильнейшими шахматистами своего времени. Был Портиш первым номером сборной Венгрии и на Олимпиаде 1978 года в Буэнос-Айресе, на которой его команда сотворила, казалось, невозможное, заняла первое место, обойдя непобедимую на протяжении многих лет сборную Советского Союза. За выдающиеся заслуги Лаяш Портиш в 2004 году он получил самую высокую спортивную награду в Венгрии – спортсмен нации. Ну и сегодня мы с вами рассмотрим одну из самых знаменитых партий Лаяша Портиша, которую он сыграл в далеком 1967 году в Москве на турнире, посвященному 50-летию Октябрьской революции. И черными против Портиша играл тогдашний чемпион мира Тигран Вартанович Петросян. В этом поединке Портиш начал партию хода Д2-Д4, в ответ Д5-Ц4-Ц6. Это у нас славянская защита, сам Портиш довольно часто черными тоже играл славянку, но вот сейчас решил сыграть разменный вариант. Он забрал на Д5, Конь-Ц3, Конь-Ф6, Конь-Ф3 и Конь-Ц6. Белые выводят слона на Ф4, черные, играя Е6, готовят также вывод своего чернопольного слона. Е3 играют белые, слон Д6 и в этой позиции белые отходят слоном на Ж3. После рокировки слон Д3, ну и здесь понятно, что если забрать на Ж3, то белые забирают АЖ и всерьез угрожают пункту АЖ7 после ферзь Д6 и Ж4. Идея Ж5, ну и в дальнейшем черным не так-то просто остановить эту атаку. Поэтому осторожный Тигран Петросян здесь сыграл ладья Е8, белые поставили на Е5 коня, черные забрали слоном и на ДЕ отошли конем на Д7, снова напав на пункт Е5. Ф4 сыграли здесь белые, защитив пешку. И в этой ситуации Тигран Петросян вполне мог сыграть Конь-Ц5, отогнать слона подальше, ну и Б6 развить своего белопольника на А6, либо на Б7 и получить примерно равную позицию. Но Тигран Петросян здесь погнался за пешкой Е3, сыграл ферзь Б6. В принципе идея довольно здравая, напав на пешку Е3, черные еще и не забывают нападать на пешку Б2, то есть фактически это двойной удар, и после арокировки Тигран Петросян на Е3 забрал с шахом. Конечно, здесь отход королем на АЖ1, ферзь возвращается на Б6, снова нападая на Б2, но таким образом черные упустили время, и белые начинают атаку на королевском фланге. Ферзь Х5, угрожает взятие на АЖ7, и здесь защититься можно было несколькими методами. Тигран Петросян избрал цементирующие Конь-Ф8. Ход довольно неплохой, Конь на Ф8 надежно защищает пункт на АЖ7, при этом не подвержен нападению. Хотя лучше было сыграть Ж6, отогнать ферзя. Понятно, что тогда ослабляются черные поля, но после хода Ферзя Х6, черные тратят время, которое они выиграли, нападая на белого ферзя, не на взятие на Б2, а на перевод своего ферзя на королевский фланг для защиты собственного короля. Ферзь С5, с дальнейшим Ферзь Ф8, и атаку белым здесь развить не так-то просто. Но после хода Конь-Ф8, исполняющего только защитные функции, белые играют ладья Ф3. В этой позиции взятие на Б2 для черных противопоказано, потому что тогда белые бы играли ладья П1, нападая на этого ферзя. Ну и в случае взятия на С3 последует немедленная. Слон бьет Х7 с дальнейшим выигрышем Ферзя по третьей горизонтали. Ну а если Ферзя 3, то тогда Конь Д5 с теми же угрозами Слона Х7. Поэтому черные здесь переводят Коня на Ш6. Здесь он перекрывает диагональ Б1-Х7, но в то же время сам может стать объектом атаки. Слон Ф2, нападая на Ферзя. И в этом положении Тигран Петросян отводит Ферзя на начальную позицию. Конечно и здесь он мог побить на Б2, но тогда снова ладья Б1. На Ферзь бьет С3 последует ладья Х3, ведь взятия на Х7 пока нет. Ну и дальше на ход Х6, теперь можно забрать на Ж6, нападая на Ферзя. Черные контратакуют сильнейшую белую фигуру ходом ФЖ, но белые все-таки здесь остаются в выигрыше после Ферзь бьет Ж6. Сейчас атакована черная ладья и под нападением снова Ферзь черных, поэтому защититься здесь Тигран Петросян не смог бы. Поэтому он и отвел Ферзя на Д8, но белые играют конь Б5 и внедряются конем на поле Д6. Очень энергично Лайш Портиш проводит эту атаку. Петросян играет конь ЦЕ7 и далее конь Д6. В этой позиции черные играют слон Д7. Попытка пожертвовать качество и потушить этот пожар на королевском фланге, но белые не соблазнились качеством и пешкой на Б7 и продолжают гнуть свою линию. Атака на королевском фланге полностью захватила Портиша. Он играет слон Х4 и в этой позиции конечно нельзя брать слона, в этом случае форсированный мат. Слон бьет Х7. Именно слоном для того, чтобы король отошел черных либо на Х8, после чего мат конь бьет Ф7, либо на Ф8 матуют Ферзь. Но черные конечно сыграли ФБ6 и далее следует ход Ладья Х3. Посмотрите, пока черные тратят время на ходы Ферзем, белые уже соорудили батарею по линии Х. Угрожает размен на Е7 и взятие на Х7. Поэтому вынуждено Х6 и в этой позиции в распоряжении Портиша была замечательная идея со взятием на Ф7. Конь бьет Ф7 очень хороший ход. Ну и дальше на взятие королем слон Ж6, конь Ж6 и после Ладья Ж3 белые отыгрывают фигуру, продолжая атаку. Конечно здесь Портиш побеждал. Но венгерский шахматист сыграл интереснее слон Ф6. Его идея в том, чтобы пробиться не по белым, а по черным полям. Понятно, что в случае взятия этого слона последует ФБ6, ну и в дальнейшем угроза ЕФ очень сильна. Ну а если сыграть в этой ситуации ФЕ, то тогда ФБ7 и ФБ7. Поэтому в данной позиции черные все-таки побили Ферзем на Б2. До конца уже идет Тигран Петросян, угрожает взять на А1. Но простым ходом Ладья Ф1 Портиш показывает, что у черных нет абсолютно никакой контр-игры на Ферзевом фланге. Уже сейчас угрожает взятие сначала на Ж7, а потом на А6 с дальнейшим матом. Поэтому черные в последний момент защищают конем пункты А6 и Ж7. И после взятия на Ф5 слоном Тигран Петросян в этой партии признал свое поражение. Вот такая замечательная позиционная атака Лайши Портиша на королевском фланге. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. Поэтому не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Спасибо большое за внимание. До свидания.